Уважаемые коллеги, я рад вам представить лабораторию космические системы дистанционное зонтирование Земли, образовательный центр «Сириус». Я сейчас вас познакомлю с оборудованием, которое у нас есть, и с теми изделиями, которые мы реализовываем в лаборатории вместе с учениками «Сириуса», с детьми из Сочи и с детьми со всей страны. Лаборатория «Космические системы» и дистанционное зондирование Земли входит в состав Центра дистанционного образования, образовательного центра «Сириус», город Сочи. В нашей лаборатории проходят образовательные программы различного масштаба, различной сложности, как мастер-классы небольшие, на которых мы с детьми проектируем и собираем маленькие ракеты и запускаем их в полет. Мастер-классы по сборке космических аппаратов, изучению их систем, образовательные программы кружкового формата, то есть годичные курсы, когда местные дети, жители Сочи, приходят к нам на выходных и изучают космические системы, проектируют аппараты, проектируют ракеты, проводят с ними эксперименты и испытания. Кроме того, в нашей лаборатории занимаются инженерно-математические классы, которые уже делают более серьезную работу. Они также участвуют в создании Кубсата 3U, в создании ракеты на гибридном двигателе. Пока что это только математическая модель такой ракеты, расчетная модель, но надеюсь, что в будущем ребятам удастся создать хотя бы прототип, хотя бы инженерную модель, которая сможет подняться на некоторую высоту. У нас проходят также каникулярные программы, в ходе которых ребята в течение недели или двух недель, в зависимости от длительности и сложности программ, изучают также внутренние устройства космических аппаратов, ракет, проектируют детали для них, проектируют систему управления и изучают схемотехнику, электронику, программирование, конструирование именно в прикладном характере, применительно к космическим технологиям и проводят уже в лаборатории испытания. У нас имеется мастерская, в которой дети занимаются в учебных классах и мастерят, то есть своими руками изготавливают детали для своих изделий. У нас имеется также геоателье. Что же такое геоателье? Но это как фотоателье, только это такая лаборатория, которая занимается космическими снимками. У нас есть спутниковая антенна, которая способна принимать сигналы со спутников дистанционного зондирования Земли, вести их от горизонта до горизонта и передавать на сервер, на котором уже оператор вместе с обучающимися может работать с этими снимками, редактировать их по разным каналам, анализировать эти снимки. Можно получать как оптические, так и радиолокационные снимки, обрабатывать их, анализировать и выдавать какие-то результаты по полученной информации, допустим, где находится очаг пожара лесного или где происходит незаконный выброс мусора или сточных вод и так далее. То есть это довольно-таки широкий спектр экологических задач можно решать. Кроме того, можно решать и задачи по работе с различными геоинформационными данными, допустим, это месторождение каких-то полезных ископаемых, лесные ресурсы, водные ресурсы, сельскохозяйственные угодья и так далее. Как видите, лаборатория довольно-таки богата на различные и прикладные, и творческие, и инженерные возможности, ресурсы. Поэтому здесь можно реализовывать и реализуется очень много программ. Начну по порядку. В лаборатории имеется как испытательное, так и тестирующее оборудование. Перед вами имитатор магнитного поля с аэроподвесом. На аэроподвесе мы можем размещать микроспутник и проводить с ним эксперименты в обезвешенном состоянии. При помощи сжатого воздуха мы реализовываем обезвешенное состояние. Эта платформа имеет некоторое пространство между основанием и самой платформой. Здесь подается сжатый воздух и появляется небольшая прослойка воздуха, которая не дает платформе соприкасаться с основанием. Такое положение, такое состояние обеспечивает компенсацию некоторых сил, которые негативно влияют на повороты аппарата во время эксперимента по ориентации и стабилизации. И мы можем обеспечивать довольно-таки хороший угол наклона в стороны. Естественно, необходимо центровать массы и уравновешивать аппарат на этой платформе. Имитатор магнитного поля предназначен для проведения экспериментов с магнитным полем, для настройки калибровки магнитометров, для экспериментов с электромагнитными катушками, которые входят в состав аппарата, и проведение также экспериментов по ориентации и стабилизации. Рядом находятся имитаторы солнца, это мощные прожекторы 1 кВт, которые дают довольно-таки хороший поток света. И за счет этого мы производим калибровку фоторезисторов и датчиков освещенности, датчиков солнца на аппаратах. И проводим эксперименты по ориентации и стабилизации по датчикам освещенности. Испытательное оборудование лаборатории довольно-таки богатое, я считаю, и пригодно для проведения испытаний микроспутников, наноспутников. В частности, вы видите термобарокамеру. Она обеспечивает создание давления внутри до 10-6 степени миллиметров ртутного столба. И внутри находится пластина медная, которая охлаждается контуром, по которому подается фреон, до минус 70 градусов и нагревается двумя 2-киловаттными тенами до плюс 250 градусов. Термобарокамера имеет автоматическую систему управления. Можно задать некоторые программы для того, чтобы был цикл переходов между теплом и холодом. Мы устанавливаем внутрь на пластину аппарат, подключаем через герметичные разъемы аппарат к внешнему источнику питания. Мы можем подключить еще контрольные термопары для того, чтобы контролировать температуру на корпусе аппарата, температуру на плите дополнительно, несмотря на то, что на плите есть две штатные термопары. Есть вакуометр, который позволяет оперативно отслеживать давление. Есть клапан автоматический, который обеспечивает управление давлением. То есть мы на глубоком вакууме можем немножечко подать давление внутрь, то есть сымитировать повышение давления. Как это происходит, допустим, во время перемещения между какими-то слоями атмосферы. Это позволяет нам проводить эксперименты как с аппаратами космическими, допустим, наноспутниками, так и метеозондами, если необходимо откалибровать, допустим, барометр метеозонда или провести такой оперативный эксперимент по отладке внутренней электроники метеозонда. Термопарокамера может работать бесперебойно несколько суток. Это позволяет проводить длительные эксперименты, по итогам которым можно давать заключение. Сможет работать аппарат в космическом пространстве или в высоких слоях атмосферы, или же нет. В цикл испытаний в нашей лаборатории входят и вибрационные испытания. Испытания проходят эти на вибростенде. Данный вибростенд позволяет имитировать перегрузки, механические перегрузки при подъеме на орбиту на какой-то ракете. В зависимости от технического задания на испытание мы можем задать разные режимы перегрузки. Это колебания от 5 до 3,5 тысяч герц. И амплитуда в ускорении свободного падения, то есть в G, это от 0 до 100 G. Кроме того, вибростенд позволяет имитировать удары краткосрочные, длительные, различные интенсивности. Также сила удара может достигать 100 G. То есть мы можем проводить имитацию как, допустим, отсоединение каких-то частей ракеты, при которых происходит удар, так и какие-то механические воздействия при перемещении нашего аппарата на площадку запуска, случайные вибрации можем имитировать, широкий диапазон этих вибраций можем задавать и, собственно, смотреть, как аппарат чувствует себя. В состав стенда входит непосредственно шейкер, на который устанавливается аппарат, закрепляется. К нему присоединяются датчики, которые позволяют фиксировать перегрузки на каких-то ответственных участках конструкции. Имеется пневматическая система, которая обеспечивает подвес и компенсацию вибраций самого шейкера и обеспечивает накачку подушки воздушной шейкера. Есть система охлаждения, которая необходима при длительных экспериментах. Шкаф управления и блок питания. Непосредственно программа задается с персонального компьютера через интерфейс специальной системы. После проведения испытаний по одной оси, допустим, мы устанавливаем аппарат вертикально, мы можем провести испытания по другой оси. Чтобы было более понятно, я просто приставил сюда инженерный образец Кубсата Трию, чтобы продемонстрировать, как устанавливается аппарат на вибростенд. Итак, мы устанавливаем его и проводим испытания синусоидальной вибрации удара и случайных вибраций сначала по оси, допустим, Z. Затем мы снимаем аппарат со станины, разбираем его, включаем, смотрим, работает ли он, нет ли каких-то повреждений внешних, нет ли отсоединений каких-то элементов электроники, работает ли система после этого испытания. Затем мы снова собираем аппарат и уже устанавливаем его по оси Х. Проводим тот же самый цикл испытаний, повторяем проверку после испытаний, собираем снова аппарат и устанавливаем его по оси Y. Таким образом, мы можем обеспечить полный цикл испытаний по трем осям для аппарата. И если испытания прошли благополучно, то мы можем делать заключение о том, что аппарат пригоден для запуска в условиях конкретного системы введения. Ну а в совокупности с испытаниями в термобарокамере мы выдаем заключение о пригодности аппарата к работе в космическом пространстве. И у нас уже есть опыт подобных испытаний и выведения аппаратов на орбиту, но об этом чуть попозже. Наша лаборатория не только испытательная, но и в первую очередь образовательная. И в нашей лаборатории дети изучают конструкцию спутников на примере инженерных образцов реальных аппаратов. В данном случае представлен инженерный образец спутника «Таблица Таврора» отечественной разработки, который был запущен в 2013 году на орбиту компании «Спутникс» на ракете-носитель «Днепр». И ребята изучают на данном примере устройство спутника и проводят некоторые эксперименты с системой ориентации стабилизации, с датчиками, с маховиками, с электромагнитными катушками. А теперь немного подробнее о тех изделиях, которые мы разрабатываем вместе с нашими учениками у нас в лаборатории. Перед вами опытный образец наноспутника «Кубсат-3Ю», который изготовлен из алюминия. Изготовлены электронные платы, солнечные панели. Имеются исполнительные механизмы. В данном случае это пока что один маховик, два других маховика по оси X и Y сняты для того, чтобы проводить эксперименты только с маховиком по оси Z. Внутри находится система управления, бортовая электроника, которая управляется бортовым компьютером на основе «Разбери-Мини». Система питания продублирована двумя аккумуляторными блоками по два аккумулятора, 3,7 В. Имеется система связи. Здесь немного погнулась антенна после перевозки. Ничего страшного, все равно радиосигнал передается на частоте 2,4 ГГц. Дальше имеется система ориентации по Солнцу, фоторезисторы расположены по бортам Кубсата. Имеется ориентация по магнитному полю. Внутри есть магнитометр. Здесь, конечно, можно его и не рассмотреть, но он там имеется. Есть акселерометр, датчик угловой скорости, система управления маховиками, электромагнитными катушками. Электромагнитные катушки у нас реализованы вот такой хитрый, хитрым образом. Внутри одной большой катушки находятся еще две маленькие. Большая катушка сориентирована относительно оси с максимальным моментом инерции для того, чтобы брать на себя такую сложную работу по ориентации стабилизации и разгрузке маховиков именно по этой оси. С этим аппаратом проводятся эксперименты, и он участвует в образовательной программе. Как видите, здесь есть еще довольно-таки много места для какой-либо полезной нагрузки. Кроме того, здесь все довольно-таки аутентично. Имеется кнопка пусковая, их на самом деле две, но здесь установлена пока только одна. Кнопка отщелкивается, когда аппарат у нас якобы выходит из пускового контейнера. Аппарат включается и функционирует. Но сейчас он отключен полностью. Пока что работа над ним приостановлена из-за того, что лаборатория находится на дистанционной форме работы. После сборки аппарат также проходит испытания на имитаторе магнитного поля, на вибростенде и в термобарокамере. Пока что никаких нареканий к этому инженерному образцу не было по поводу его прочности и работоспособности. Он выполняет свои функции, он ориентируется маховиками, он ориентируется электромагнитными катушками, передает сигналы о своей телеметрии по радиоканалу. Конечно, для того, чтобы радиоканал был приемлем для работы в космическом пространстве, необходимо его усиливать. Но пока мы работаем с такой как бы наземной аппаратурой. После сборки все закрывается, сюда устанавливается крышечка, аппарат размещается в контейнере и проходит испытание. Мы надеемся в этом году довести этот инженерный образец до полетного состояния, привлекать к работе как можно больше желающих школьников. И сейчас у нас уже собирается команда по работе с этим аппаратом и даже с более перспективным аппаратом, шестью. То есть мы не хотим стоять на месте, мы хотим развиваться и хотим увеличить наш потенциал в формате большего пространства для полезной нагрузки и добавить еще одну секцию, сделать аппарат шестью. Теперь, что касается команды ребят, которые будут участвовать в создании полетного образца наноспутника Кубсад-3ю, эти ребята собираются из участников конкурса «Спутник моей школы». Конкурс «Спутник моей школы» проходил с осени 2019 года по март 2020 года. Его финал состоялся в рамках космической программы. Это итог проекта «Дежурный по планете». О нем я подробнее расскажу чуть позже. Во время испытаний на финале ребята должны были собрать четыре таких учебных образца наноспутника Кубсад-3ю. Как видите, они реализованы. Сейчас мы забрали эти аппараты к себе в лабораторию для того, чтобы их протестировать и провести испытания. Могу сказать, что уже предварительно все аппараты собраны довольно-таки хорошо, и они выносят механические нагрузки, которые происходят во время запуска на ракете «Союз-2Б». Конечно, сборочка немного грубая, но к этому не надо так сурово относиться. Все-таки это учебные наборы. Ребята сами создавали систему управления, делали разводку электронных плат, делали их пайку, программировали систему управления, проводили испытания передачи сигналов с бортовой электроники, проводили эксперименты по ориентации и стабилизации аппаратов, ну и, естественно, собирали конструкцию, дорабатывали конструкцию самостоятельно. И у нас из самых лучших, так скажем, и жаждущих продолжать развиваться в этом плане, ребят, собирается команда, которая, собственно, и будет создавать летный образец Куб Сата-3Ю. Насчет полезной нагрузки мы пока думаем. Скорее всего, это будет камера дистанционного зондирования Земли. Я упоминал о том, что у нас есть опыт подготовки аппаратов к запуску. Испытания мы проводили в нашей лаборатории. И вместе с партнерами и с Роскосмосом был осуществлен вывод на орбиту двух аппаратов формат Куб Сат-1Ю в 2018 году. Сириус Сат-1 и Сириус Сат-2 на 15 августа были запущены на орбиту во время внекорабельной деятельности на МКС. Выводил на орбиту наши спутники Сергей Прокопьев, наш космонавт. Здесь вы видите, как происходил запуск в ручном режиме. Аппараты до сих пор летают, хотя уже прошло больше полутора лет. Они передают научную информацию, информацию о гамма-излучении и электронах, свободных на высотах до 400 километров. Эту информацию получают специалисты из научно-исследовательского института ядерной физики, расшифровывают ее и используют в научной работе. Вообще аппараты эти создавались во время проектной смены «Большие вызовы» в июле 2017 года. Дети, школьники российские участвовали в создании этих аппаратов в течение месяца вместе со специалистами компании «Спутникс», сотрудниками лаборатории и сотрудниками НИАФ МГУ. Ребята создавали сначала инженерный образец аппарата, проводили также его тестирование, испытания, а затем в течение года аппарат подготавливался к запуску. В итоге получилось сделать аж четыре аппарата, два из них полетели, два пока остаются на земле, но по предварительной информации есть желание запустить и третий аппарат. Они абсолютно аналогичны, они передают информацию на землю в УКВ диапазоне, и эту информацию могут принять все радиолюбители в мире. С расшифровкой могут, конечно, возникнуть проблемы, но можно просто отправить принятые данные в НИАФ МГУ или в компанию «Спутникс», и тогда они будут применены по назначению. Ребята, которые участвовали в создании этих аппаратов, участвуют в их жизненном цикле, скажем так, до сих пор. Ну а сами аппараты как-то незабавно числятся на балансе в лаборатории космические системы. Надеюсь, они еще долго будут числиться у нас на балансе, пока не отключатся и не сгорят в плотных слоях атмосферы. Я уже говорил об образовательных программах, которые проходят в нашей лаборатории. Это как программы для учеников Сириуса, так и для внешней аудитории, скажем так, для детей, которые учатся в школах в Сочи или для детей, которые приезжают на каникулы, на отдых вместе с родителями в Сочи. Но есть еще и особенная программа в Сириусе, которая называется «Большие вызовы». Я уже говорил про то, что в рамках «Больших вызовов» у нас был создан спутник силами школьников и запущен потом на орбиту силами Роскосмоса уже. Но не только спутники строятся детьми на проектной программе «Большие вызовы». Различные направления представлены. Это не только космические технологии, это и биотехнологии, и робототехника, и беспилотный транспорт и так далее. Порядка 12 направлений и около 400 школьников собираются каждый год по специальному отбору попадают на эту программу. В июле эта программа проходит. У нас в Сириусе ребята делятся на команды, распределяются по направлениям и создают проекты под руководством специалистов из ракетно-космической отрасли в частности, либо специалистов, связанных с биоинженерией, с биотехнологиями, с робототехникой, с летательными аппаратами и так далее. Что касается космической лаборатории в частности, у нас уже исторически сложившееся сотрудничество, доброе, дружеское сотрудничество с предприятиями Роскосмоса. Это, конечно же, и сам Роскосмос. Это энергомаш, энергия, прогресс. Роскосмос можно перечислять очень долго. Это наши добрые, дорогие друзья, которые приезжают всегда с интересными проектами, реализовывают вместе с детьми очень сложные задачи. Ну, например, в прошлом году энергомаш вместе с детьми разрабатывали новое колесо для трубины реактивного двигателя, жидкостного реактивного двигателя. И у ребят получилось повысить КПД турбины и провести испытания на специальном стенде, который был собран во время смены. Также во время смены ребята разрабатывали со специалистами энергии специальный испытательный экспериментальный комплекс, который предназначен для проведения экспериментов на борту МКС. Роботизированная система, которая позволяет автоматически распределять различные препараты в нужные места, в нужные ячейки и проводить с ними некоторые манипуляции. Кроме того, были проекты, связанные с дистанционным зондированием Земли, конечно же. И в прошлом году ребята искали места выбросов в Черное море с точных вод, определяли, насколько они вредны. Также они анализировали состояние ледников на Кавказском хребте, анализировали информацию со снимков многолетних, то есть брали базу данных снимков, брали свежие снимки с орбиты, анализировали и даже построили 3D-модель ледника, которую они исследовали и распечатали ее на 3D-принтере. Что будет в этом году, это очень интересно. Надеюсь, что у всех партнеров получится приехать на большие вызовы и провести с ребятами проектную деятельность. Ну и у ребят тоже будет возможность приехать и создать здесь что-то новое, полезное для космической индустрии. Я уже говорил про проект «Дежурный по планете». Это всероссийский проект с международным участием, который включает в себя 5 конкурсов по ракетно-космической тематике. В этом году конкурсы были представлены в следующих номинациях. Первое – это «Спутник моей школы». Дети должны были создавать из наборов, специально подготовленных наборов спутники. Как вы видели, у них это получилось. Получилось 4 аппарата формата КОПСАТ-3Ю. Сейчас они у нас на испытаниях в лаборатории. Второе направление – реактивное движение. У ребят была задача построить двухступенчатые ракеты на твердотопливных двигателях и реализовать систему запуска, систему отсоединения второй ступени и отсоединения полезной нагрузки на определенной высоте. Так или иначе, они справились с этими задачами и получили конкретные результаты. Третье направление – это прикладные космические системы. В ходе работы на конкурсе ребята создавали оптическую систему, систему оптического телескопа для того, чтобы установить его на спутник формат КОПСАТ-3Ю. использовались линзы, использовались зеркала, использовалась система стабилизации ориентации этого телескопа. И были тоже получены результаты. Дети смогли сфотографировать небо, и их система определила некоторые даже звезды по этим снимкам. Четвертое направление – это проектирование наземной приемной станции в Эльдиапазоне. В ходе работы над этим направлением четыре команды смогли создать четыре приемные антенны, которые работают в Эльдиапазоне, и провести прием данных с метеоспутников, проанализировать снимки с этих спутников. Пятое направление – это земля из космоса, дистанционное зондирование земли. Ребята решали конкретную экологическую проблему. По снимкам со спутников они анализировали состояние полигонов бытовых отходов в Московской области, и по результатам их, так скажем, проверки космической были выявлены некоторые даже нарушения, и были направлены письма в природную прокуратуру, и там какое-то даже началось движение и разбирательство. То есть вот, как видите, работа наша в рамках проекта «Дежурный по планете» довольно-таки полезна не только для детей, но и для экологии, я считаю, все-таки у нас получилась такая линейка проектная. То есть мы делаем спутник, мы делаем систему выведения для него, оптическую систему, систему приема данных, ну и, собственно, принимаем данные, анализируем их и получаем результаты, создаем определенные блага. Финал всех пяти конкурсов проходил в городе Королев, Московская область. Руководство программы взял на себя образовательный центр «Сириус», в частности, лаборатория космические системы, вместе с партнерами, которые организовывали пять конкурсов перечисленных. Мы собрали порядка 120 детей, финалистов этих конкурсов, которые в течение двух недель занимались проектами, решениями задач конкретных. Все это получилось благодаря поддержке фонда «Содействие инновациям», «Роскосмоса», ну и, конечно же, фонда «Талант и успех», за что мы выносим большую благодарность всем, кто нам помогал. Исторически сама образовательная программа зародилась в «Сириусе», и первая космическая программа проходила в 2019 году здесь, в лаборатории, и здесь было собрано порядка 100 участников, которые также реализовывали проекты, связанные с ракетно-космической темой, и делали свои спутники, и собирали космические аппараты такого класса, как планетоходы, и реализовывали стратосферный запуск. Мы запустили в стратосфере ракету, подняв ее на метеозонде. Довольно-таки весомый, ощутимый результат. Кроме того, во время первой космической программы дистанционное зондирование Земли выискивало лёжки бельков, которые обитают в Белом море, и по снимкам определялись вот эти вот лёжки, и координаты их отправлялись в Архангельский порт для того, чтобы корректировать маршрут исследования ледоколов, для того, чтобы они не причинили вред белькам. Вот такой вот опыт проведения программы, международный уже, так как к нам присоединяются школьники из стран СНГ. Я надеюсь, что эта программа будет дальше развиваться, продолжаться, и, конечно же, международных партнеров мы также приглашаем принять участие в проекте дежурной по планете и в образовательной космической программе. Надо отметить, что у лаборатории есть ещё и международный опыт сотрудничества, в частности, в 2019 году в лаборатории прошли проектные смены российско-китайские и российско-индийские. В ходе российско-китайской смены школьники из Китая работали с нашими специалистами лаборатории и учились проектировать ракеты. У них получилось создать свою, так сказать, армаду ракет. Правда, конечно, на водяных двигателях с водяной тягой, но ребята были очень довольны. Кроме того, они создали ещё и ракетные планеры на твердотопленных реактивных двигателях. Российско-индийская программа, в частности, в лаборатории космические системы, проходила в рамках изучения геоинформационных технологий. Ребята вместе со специалистами из лаборатории Исколковского института науки и технологий изучали снимки со спутников дистанционного зондирования Земли и находили очаги пожаров, в частности, на территории Индии, и выявляли причины этих пожаров. Иногда даже причины оказывались довольно-таки курьёзны. Ну, после того, как выявлен очаг пожара рядом с какой-то деревней, потом появлялась информация о том, что пожар возник из-за того, что сами жители специально подожгли лес для того, чтобы якобы прогнать тигра. Ну, по крайней мере, проходила такая информация в СМИ. Мы продолжаем наращивать международное сотрудничество и, конечно же, всех партнёров мы приглашаем в лабораторию со своими программами, со своими студентами, со своими школьниками для того, чтобы делать что-то вместе. Как видите, у нас есть возможности и уже реализовывать конкретные проекты, конкретные цели и задачи решать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!